Дмитрий живет в частном секторе школы 17 и, как все его соседи, привык топить печь, чтобы в доме было тепло. Когда узнал о газификации города, долго не размышлял и решил, что ему это просто необходимо. В его районе работы ведутся без перерыва. За три недели подрядчик присоединил 134 дома. Ну, во-первых, чище, что в доме, что во дворе, что, в общем, для экологии. Газ, он все-таки, голубое топливо, не зря его называют, экологичное топливо. Ну, будем ждать, что и запаха поменьше будет, а то по утрам здесь дым, гарь, неприятно. Ждем, ждем, когда запустят уже эту зиму. Очень надеемся, что будем уже с газом. Работ на этом участке осталось немного. Провести несколько труб, чтобы газ поступал в дома четинцев. После подрядчик засыплет все ямы и благоустроит проезжую часть. Здесь мы производим непосредственную врезку в магистральный трубопровод. Делаем выхода из земли для дальнейшего подключения домов к газовым сетям. Мы производим сварку, установку коверов для газоанализации, для дальнейшей проверки и контроля утечек природного газа. Траншейный способ прокладки труб так или иначе добавляет дополнительных хлопот, поэтому на некоторых участках пользуются другим. К домам четинцев привозят горизонтальный бур. Технология несложная, хоть и выглядит устрашающе. Установка пробуривает землю трехметровыми железными сваями, а затем в отверстие протягивается труба. При мягком грунте таким образом можно пройти до 200 метров за день. В районе ЧТ-1, улица Недорезова, выполняем производство работ по монтажу трубы закрытым способом, методом горизонтального направленного бурения. Чем, скажем так, уникален данный способ, данная гламерация? То есть данный способ нам позволяет обойти все существующие подземные инженерные сети, коммуникации и не нарушать целостность дорожного покрытия. На участке в ежедневном режиме трудятся 20 рабочих. Они намечают места для бурения, выкапывают траншеи и управляют установкой. Подготавливается буровой раствор, инструменты. Перед этим нам дают данные по бурению геодезические. После этого мы приступаем к бурению. В данной установке находится оператор ГНБ, который занимается непосредственно бурением. Я с локатором, с навигацией хожу и подсказываю ему, где, на какой глубине надо пройти. Также параллельно с прокладкой труб идет установка газового оборудования внутри домов. У нас около 3000 домовладений в ЧТ-1. На сегодняшний день заключено договоров приблизительно 1200. Километров у нас здесь запланировано проложить около 20. И работу мы планируем завершить в этом районе в течение следующих месяцев полутора. Работы ведутся под надзором контролируемых органов по нормам и правилам прокладки газораспределительных сетей, разработанных в России. Григорий Анипер, Софья Иванова, Антон Носов, РТК «Забайкалье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова